Алексей Ильич, в одном из Ваших выступлений Вы цитировали Игумена Никона Воробьёва о том, что лучше испортить дело, чем потерять мир. Вот эта фраза вызывает некоторые недоумения, ведь очень часто на кону могут быть и большие деньги, и жизнь, безопасность, здоровье. Существуют ли такие дела, которые всё же ценнее мира? Ну, вы знаете, сейчас заниматься исследованием это возможно, конечно, мы же иногда не только лично сами, но и даже целые народы даже воюют. Когда Германия напала на нас, то в каком мире можно было мечтать? У них один только мир какой был – поставить на колени, поработить нас. Ясно, тут не могло и речи идти о мире. Игумен Никон писал о другом, о том, что в семьях происходит, когда из-за какой-то чепухи люди готовы пересдорить друг с другом и возненавидеть даже друг друга из-за пустого дела. Там, он пишет, там огородные дела были, эти люди, да, они жили этим огородом, это монахини. Они же не получали никакой пенсии, они не могли устроиться ни на какую работу, вы знаете, они жили только огородом. И поймёшь их подчас, как они действительно переживали, то правильно ли посадили, полили ли или нет, окучили ли или нет и так далее. И вот он им, из-за этого у них действительно были ссоры, скандалы, вот он им и говорил, им писал, что лучше пусть в конце концов испортится дело, но не полили, польёте потом, но держите, без мира счастья вообще не может быть. Вот поэтому говорил, лучше уж подчас дело испортить, лучше, да, чем потерять мир. Здесь речь вот о такой практической деятельности. Но если уже поговорить совсем по существу, то у Исаака Сирина есть замечательная формула. Нет добродетели выше рассуждения. То есть надо смотреть, о чём идёт речь, о чём. Но мир между собой, людей, это является самая великая ценность, потому что в мире всё будет ладиться. Без мира всё расстраивается, как инструмент. Не настроите скрипку и сыграйте, потом попробуйте.